Эйда-подкаст. Учим татарский. Вау. Интересно, много нас полицейских слушает. Просто учат татарский, они следят за тем, что мы говорим. Окей, что там? Какие слова? Очень интересно. Слов, конечно же, много. И фраз тоже сейчас. Прежде всего, конечно, начнем со самого слова полиция. Татарща, как ты думаешь, как будет полиция? Полиция? Почти. Полиция, хазметкери. А, полиция, Сюзин, мы слово полиция оставляем так же, да? Да, полиция. А вот второе слово хазметкери. Хазмет – это значит служба, значит служащий полицейский. Хазметкери. Хазметкер. Хазметкер. А, вот какое слово тяжелое. Хазметкер. Да. Хазмет – это труд. Хазметкер – сотрудник, можно сказать. Хазметкер. Ну, давай попробуем разобрать аббревиатуру МВД. Как это звучит на татарском? Внутренних дел. Внутри – это «ште». Дела – это, наверное, «шляр». Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ точно, класс. Аббревиатурой не написано? Не знаю, надо посмотреть. Вот, например, когда мы говорим МВД, мы же сразу понимаем, о чём мы говорим. А если тебе скажут ЭМ, ЭЭ, мы вам звоним из ЭЭМ. ЭЭМ. Ну, ЭЭМ. И ты такой встречаешь сразу с Чак-Чаком, да? Звучит, потому что это мило. Так, а Нансен можно вторую аббревиатуру, например, ФСБ. Вот я посмотрела, это оказывается. Алар точно тэнлэйлар, я думаю. Иггтэр сэзгэ сэлям. Ай, сэзгэ сэзгэ иггтэлэр. Алар иминлик хзмэдкэр лэрэ. Иминлик это безопасность, видимо, да? Безопасность, да. И причём на татарском языке это звучит очень по-доброму, заботливо. То есть они на страже нашей безопасности и ну, так скажем, тэнэшлэг, чтолькунгэль тэнэшлэг, душевного спокойствия, вот так. Иминлик это вот подразумевает вот этого всего. Очень нежное такое красивое слово. Нежное, да. И сразу представили, что это сотрудники такие в плюшевых пледах, тапочках, шунды, с горячим чаем. Хочешь сказать, миссия имен ликбири. Вот такое. Да, да, да. Имен ликславанда. Значит, это у нас имен ликхазметкерлеры. Дальше у нас лексика пожёстче. Обыск слово, обыск. Ну вот, обыск, ну, изляуче, что-нибудь такое. Возможно, но вот есть конкретное такое слово, это тенту. Обыскать тенту уздрарга. Тенту, тенту уздрарга. Ну вот тенту, это тоже не очень нежное, наоборот, слово. Оно такое, вот если мне скажут тенту, да, то вот борщала. С точки зрения сингармонизма это мягкое слово, да, тенту. Эй, тенту. Ну, такое жёсткое это слово всё-таки. Тенту. Ну, не знаю, у меня сразу такая ассоциация. Ну, может, это ты так воспринимаешь, ну, можно же, можно, звучит же всё равно будто бы красиво. Сингшун де матор тенту. Ну, да, хорошо. Давай, пусть будет так. Нет, ну, зависит от контекста. Если вот типа болезнь, да, вот представь, тенту это болезнь. Говорят, сись, да, тенту топтала. Ну, Бельки, был же такой эксперимент, когда просто читает незнакомые слова, и ты примерно представляешь, что это ассоциация, да, что это слово означает. То тенту, да, звучало бы, наверное, такое что-то милое, нежное, доброе. Так, и какие, например, можно услышать фразы, да? От полицейских? От полицейских. Или неуслышательно, да. Допустим, представь, что мы полицейские, и нам нужно говорить на татарском. Стой, не двигаться, руки вверх, да? Да, руки вверх. Вот буквально, если перевести, это будет тар, значит, стой, селькенме, не двигаться, кулар эске. Кулар эске. То есть, руки вверх. Или кулар на кутер. Кулар на кутер. Ну, наверное, на вы не будут обращаться, да? Как ты думаешь, общаются? Ну, кулар на кутер, ну, не знаю. На вы обращаются? Вообще, на самом деле, очень интересно, да, если был бы сериал такой про полицейских на татарском, то есть, вот, классно звучало бы. Или где-нибудь, например, ну, служащие Актаншойен, да, в Актаншском районе, они же там действительно говорят на татарском, на татарском. Тор, селькен, селькенме, кулар на кутер. Ну, да, ну вот. А лицом на землю есть фраза? Не знаю. Битинг бляй на жирге. Хорошо, надеюсь, вам не придется услышать это на татарском. Ну, и говорить, наверное, тоже. Но, да, вот, возможно, есть сотрудники, которые говорят на татарском, что на работе, да, они могут оставлять комментарии свои, например, какие фразы они используют татарща. И мы пополним свою лексику тоже. У вас есть право хранить молчание, да, вот такая фраза, мы его часто слышим и в фильмах. Помнишь, мы в одном из прошлых подкастов говорили про это слово, разбирали, да, хок, это право, да. Значит, здесь тоже оно повторяется. Сызның силишмеске хокығыз бар. Сызның у вас силишмеске не разговаривать, хокығыз, право, бар, есть. Айе. Сызның силишмеске хокығыз бар. А дальше там, какой продолжается? Продолжение этой фразы. Обычно там говорят, у вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Хар эйткен сузыгыз. Сейчас все ваши сказанные слова. Сызгэ коршы против вас. Сутта куланы лошак. Сейчас все сотрудники взяли ручку. Записали. Записали. Давай ещё раз. Хар эйткен сузыгыз. Да. Хар эйткен сузыгыз. Сызгэ коршы сутта куланы лошак. Ну, давай так. Так, давайте начнём с того, сут вообще есть татарский аналог слова? Вообще есть татарский аналог слова, но мало его используют. Это слово мэхкэмэ. Классное слово мэхкэмэ. Мирадаши. Кстати, здесь корень слова, это арабское слово. Хак хакук. Вот хэкэ. Блин, татарский такой красивый язык. Смотрите, как сразу всё по-другому звучит. Как там будет арест? А, обыск-обыск. Тэнту. Миня тэнту шли лэр. Ну да, как будто как-то... Помягче. Помягче. Разберём фразу. Хар эйткэнсюзигэс. Каждое сказанное слово. Сизгак ваше против вас. Сутта. В суде. Кул-ла-на... Кул-ла-на-лащ... Давай. Кул-ла-на-лащак. Будет использовано. Кул-ла-на-лащак. Будет использовано. Использовать это кул-ла-на-рга. От слова кул. То есть, пользоваться руками. От этого слова. Кул-ла-на-ж... Минтелефон... А смотри, вот минтелефон на кул-ла-на-м или минтелефон бэ-лян кул-ла-на-м. Минтелефон на кул-ла-на-м. Угу, хорошо. Вот. Значит, могут у вас сутта, да, на суде мэр-кэмэдэ присутствовать свидетели. Да. Но не только сутта. Свидетели, они и на никах есть свидетели. Вот, я был на собственном никах, и там используют слово шахитлар. Дрэс, шахитлер. Шахитлер. Эй, шахитлер. Это свидетели. Шахитлер. Угу. Хэм, если есть какое-то преступление, то татарща это жинаят. Преступление. Это какой-то сборник арабских заимствований. Жинаят. Жинаят. Потому что у татар не было преступлений. Ну, конечно. Пришлось заимствовать. Жинаят, это значит преступление, а вот преступник жинаятщи. Жинаятщи. А вот мне понравилось ещё слово улика. Улика татарща будет жинаятэзэ, то есть след от преступления. Жинаятэзэ. Супер. А ещё можно использовать слово дэлиль. Дэлиль – это доказательство. А дэлиля? Доказать. Можно я скажу, у меня есть улики, чтобы доказать, что преступник совершил преступление? Давай попробуем. Попробуй. У меня есть доказательство. Дэлилярэмбар. 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 Можут найти ответ на вопрос, он говорит, а это вам задание творческое на дом. Кто узнает, тот молодец. Я уже на русском забыл, что я хотел сказать. У меня есть доказательства, чтобы доказать, а у меня есть улики, чтобы доказать, что вы преступник. Что преступник совершил преступление. Ну да, этот порядок слов, конечно, будет по-другому, посложнее. Сесь, наверное, означает, что вы преступник. Как там слово преступник? Жинаятщи. Сесь жинаятщи булганным, минем жинаят из лярэ бор. Допустим, да. Похоже? Похоже. Молодец. Так, и если вы преступник, вам дают наказание, да? Наказание. Наказание – это жаза. Жаза. А значит, преступление и наказание – это? Жинаят хамжаза. Жинаят хамжаза. Классно тоже звучит. Эльза, слушай, ну вот у нас тут такие слова сейчас такие, да? Тяжелые там. Там обыск, да? Что у нас там? Тюрьма, кстати, как будет? Тюрьме. Тюрьме. Да, а есть, давайте что-нибудь положительное про полицейских. Что они еще делают? Спасают они нас, да? Иногда. Каткаралар. Иногда. Всегда, Айнур. Каткаралар. Спасают. Каткаргас. Спасите. Каткаргас. Задерживают преступников они. Задержать – это кулгаалу. В руку взять? Кул. Когда ты сказала кулгаалу, я сразу представила такую фотографию, где полицейские на руке, как на свадьбе, держат преступников. Ну, возможно, есть такие тоже, это тематические фотографии. Задержать, да, кулгаалу. Хэм таткарлау тоже. Таткарлау. Ну, тут это держать от слова. Таткарлау, таткарлау. Ну, это, кстати, опоздать тоже. Задержался. Задержался. А, вот почему. Задержался. Задержание. Таткарлау. Хэм кулгаалу тоже. Чем еще они занимаются? Задерживают преступников. По-име? Жена я член на кулгаалалар. Спасают жертв. Таталар. Корбаннарна каткаралар. Получается. Жертва – это корбан, но у нас такое уж неестественное получается такие предложения. Вот просто у меня жертва, корбан – это вот сразу барашек. Да? Представил просто сейчас, как полицейский, приходит на корбан-байран, ворует барашку и убегает. Спасают. Потому что алар, корбаннарна, каткаралар. Да, да, да. Да, они спасают. Еще одну функцию добавили. Вот, например, раскрывают преступление, да? Жена я член на ощалар. Открывают. Ай-я. Потому что оно же неизвестное такое, закрытое. Угу. Жена я член на злилер. Ищут преступников. Ай-я. Хам ощак лилар. Ну, ощак лилар раскрывают, видимо. Да. Если личность. Ощалар и ощак лилар. Вообще не могу различить. Давай еще раз. Ощалар. Раскрывают. Ощак лилар. Определяют. Определяют, ага. Хорошо. Определяют личность. На, вот они говорят, пройдемте в отделение, определите личность. Ай-я. Отделение. Личность. Булик. Отделение Булик. Личность. Шахас. Шахас. Шахасы гызны ощалар гащин. Ощак лилар гащин. Отделение Буликка. Буарабас. Ай-я. Яки узыгас. Узабас. Узыгас. Пройдите. Угу. Вот в Шунды такая непростая тема. Да, непростая тема. Это еще мы много чего не рассказали. Там можно углубляться и углубляться. Это, как говорится, это еще вершина айсберга. Вершина айсберга, да. Э-я. Ну, пока на этом все, наверное. Более подробные материалы можно найти на сайте нашего проекта Айда Онлайн. А также в наших социальных сетях, в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте, в ТикТоке и в других. Ищите нас Айда Онлайн. Подписывайтесь и следите за нами. Учите татарский вместе с нами. Это был Айда Подкаст. Его ведущая Эльза. Хам Айнур. Сау Булагас. Рахмад Сау Булагас. Айда Подкаст. Учим татарский.